Первые паломники из Дагестана вернулись на родину. На святых землях они провели около двух недель, выполнив все обряды хаджа. В аэропорту Махачкалы соотечественников встретил муфти региона шейх Ахмад Афанди, а также родственники и близкие друзья. Подробности в сюжете Хамзу Нурмагомедову. Я даже не могу выразить. Были бесподобные места, наши священные места. Очень даже приятно было, очень было хорошо. Уставшие, но счастливые среди первых паломников, которые вернулись на родину, представители власти, известные спортсмены и общественники. Их лично встретил муфти Дагестана шейх Ахмад Афанди. Все нормально, хорошо. Очень доволен. Министер доволен. Все должны быть. Да, действительно, я был впервые, совершил хаджи. И впечатления очень достойные. До сих пор как будто во сне. Видимо, буду это все переваривать, вспоминая каждый днем. Кроме того, что совершил хаджи, использовал это для того, чтобы спросить паломников, как обстоят дела, как организация внутри, перемещение и так далее. Но хочу сказать, что ни одной жалобы не получил в ходе общения с паломниками. Дело в том, что все на высшем уровне. Они сами отмечали о том, что с каждым годом все лучше и лучше организация хаджа. И в этом году вообще на высшем уровне. Этот рейс паломниками пребывал на святых землях Мекки и Медины 11 дней. За это время они совершили все обряды большого хаджа, лицезрев священную Каабу, мечеть пророка Мухаммада, мир и благословения и другие достопримечательности. Мы думали, что в этом году, когда в середине лета будет жарко, погода была замечательная, группа замечательная. У нас получился самый такой, как бы правильнее сказать, легкий, наверное, хадж. Пусть его же не примет. И кто не был, пусть у того получится побывать на этих святых землях. Хадж прошел очень легко, так как паломников было на 2-3 раза меньше, и загазованности было меньше, и пробок было намного меньше, ну, было намного легче. Конечно, хадж не должен быть полностью легким. Хадж, он для того, чтобы мы преодолевали какие-то и физические трудности, поэтому, в общем, все благополучно, все совершили хадж. Я был 17-й год, ранее был с родителями, сейчас с женой, уже с сестрой поехал, как бы, до хаджа. Ощущения такие очень эмоциональные. С удовольствием еще раз же поеду туда. Говорили, что сои улучшатся, на самом деле, сои намного улучшатся, сои Игмина и Муздалифа, намного подготовленнее уже было, что происходило, и кормили хорошо, как бы, да. В связи с этим, ребят, это легче было делать. Среди счастливчиков и директор телеканала ННТС Утан Трамав. Для него это первое паломничество на святые земли. Уже сколько интервью я дал, и каждый раз я объясняю, что словами это передать невозможно. Это должен пережить каждый мусульманин, обязательно, не откладывая. Я сторис ввел только для того, чтобы люди увидели, что все очень просто, что все очень ярко, увлекательно, эмоционально и важно для каждого мусульманина. Такая перепрошивка. Обнулился, перепрошился и совсем другой человек. В плане организации, как вообще, такого народа? Все прекрасно, великолепно. Качество на очень высоком уровне. В сравнении с многими, кто были рядом, я понимал, что мы в очень комфортных условиях. Организацию паломничества на себя взяла компания «Марва Тур». На протяжении всего хаджа дагестанцев сопровождали опытные специалисты, которые не только создавали для них комфортные условия пребывания, но и помогали правильно совершить религиозные обряды. Хадж прошел мимолетно, конечно, но, alhamdulillah, так как в этом году у нас был большой хадж, день Арафа совпал с пятницей, эмоции были просто, зашкаливали, так сказать, потому что когда прибываешь именно на Арафа, видишь эти миллионы людей, которые обращаются к Аллаху, все плачут и понимаешь, что они получат ответы, иншаллах, на мольбы. Каждый, кто делал дуа, и за каждого, который делали дуа, иншаллах, я думаю, в этом году будет принято однозначно. В плане организационных вопросов, alhamdulillah, марва тур, все гостиницы, переезды и так далее, все было очень слаженно и максимально помогали паломникам, и мы старались помогать паломникам на каждой дежурной в гостиницах. Дежурные на местах работали слаженно и были готовы помочь. Даже они не переживали за свой хадж, грубо говоря. Они переживали, как бы паломнику было все, что ему нужно, чтобы у него было под рукой, все, что на любой вопрос, который они хотят, чтобы была возможность ответить и так далее. Очень сильно старались, марва. В этом году с нашего региона большой хадж благополучно совершили около пяти тысяч верующих. Последний рейс с дагестанскими паломниками запланирован на 27 июля. Хамсонур Магомедов, Магомед Магомедов, Мурат Бекбарзов, телеканал ННТ, Махачкала.